здравствуйте мои любимые круглики фуриоса это внезапно неплохой фильм это также фильм который стал одним из крупнейших провалов в истории голливуда за последние 30 лет и ознаменовал собой квинтэссенцию можно сказать самый разгар его гниение под разгаром я конечно же подразумеваю что останавливаться в ближайшее время он не собирается последние несколько лет для всех задействованных голливудской системе людей были крайне тяжелыми от к вида и пост к вида до крушения стриминговых сервисов на которые взвалили значительно больше веса чем они способны унести до крупнейшей забастовки сценаристов за последние лет 20 нелегко пришлось всем и только сейчас мы начинаем полноценно понимать последствия имя этим последствиям кризис индустрии как таковой когда даже реально хорошие фильмы которым фуриоса определенно относятся не могут дотянуть даже до минимальных отметок до которых дотягивали в аналогичные периоды фильмы значительно хуже если вы знаете что такое memorial day или день поминовения как его по-русски переводят то вы знаете что это один из самых желаемых киношных периодов когда один дополнительный выходной по аналогии с майскими праздниками даже происходящий в мае дает дополнительный буст для многих картин которые в этот период выходят как например было с черной русалочкой в прошлом году и если вы помните наши многочисленные многочисленные тематические видео то для вас не станет большим шокером что она показала себя плохо значительно хуже чем даже я человек все-таки не самый далекий от этой индустрии предсказывал что же касается фуриосы она каким-то образом умудрилась побить этот анти рекорд став худшим по сбору релизом за последние 30 лет в аналогичный праздничный период 30 лет со времен мать его касперы полторы сотни миллионов долларов которые при наличии достаточного уровня качества и не самого провального концепта собирают в районе 32 миллионов долларов местном прокате и ровно столько же в интернациональном подводя их суммарно к 64 65 миллионам долларов за свою открывающую неделю это катастрофа уровня которой warner brothers себе позволить откровенно не может особенно в такой важный для него праздничный период когда все карты по идее были у них на руках и этого тем не менее оказалось недостаточно они проигрывают sony для которых крупный релиз сезона это гарфилд сраны гарфилд с крисом пратом в главной роли который стоит ли говорить как гарфилд не звучит вообще из этих двух фильмов я был значительно более заинтересован фуриосе и тем не менее гарфилд каким-то образом умудряется побить ее в два раза фильм который такой тяжелой судьбы откровенно не заслуживает но к сожалению фильм который вышел в самый неподходящий для подобного кино период в период когда у голливуда нету абсолютно ничего в пайплайне что могло вызвать хотя бы какой-то удобоваримый уровень хайпа и не будет еще ближайшие года полтора-два посмотрев абсолютно легальную копию фуриоса я вам могу со всей ответственностью заявить что джордж миллер не потерял ни капли своего мастерства когда дело касается экшона потому что именно экшоном этот фильм и характеризуется бесконечным и не дающий вам отдохнуть ни на минуту и а не той же ее маленькая версия из 1 3 фильма замечательно справляются со своими ролями несмотря на то что первое появляется только где-то минуте на 30 все-таки это приквел который посвящен истории персонажа не особо заслуживающего этого приквела если бы мне нужно было ткнуть пальцем в небо но я полагаю за то что он пытается нам дать я готов его купить то есть за фильм по франшизе безумного макса без участия безумного макса зато на главной роли стоит та неплохая прикольная сильная независимая женщина из дороги ярости которая всем относительно понравилось не настолько чтобы снимать про нее отдельный фильм очень важно подчеркнуть этот момент блять что есть причина почему этот фильм несмотря на свое фактическое качество сейчас катастрофически проваливается в прокате в какой-то момент до warner brothers и прочих чертей должно наконец дойти что совать сильных независимых женщин везде без разбору это не самая хорошая идея потому что на некоторых местах и в некоторых франшизах они себя чувствуют значительно лучше и комфортнее чем на других в к ним не относятся франшиза безумного макса которая называется безумный макс и соответственно фуриоса сага о безумном максе без участия безумного макса звучит как тайтл который должно быть тяжело продать если в нем на самом деле нету безумного макса возможно они уже поняли свои ошибки но из-за того что я назвал в самом начале видео краш рынка стриминговых сервисов за бастовка и всякое такое из-за этого в пайплайне голливуда сейчас не находится ничего что вызывало бы у людей хайп или хотя бы базовое восторжение и не будет находиться еще года полтора как минимум у них тупо нету ничего и соответственно все предикшены которые по тем или иным сборам появляются нужно воспринимать с граммом соли а точнее их лучше не воспринимать вообще в этом фильме есть практически все в нем есть несмертный джо который своей расчетливостью и хладнокровием противопоставляется абсолютной отбитости дементусу криса хэмсворта то есть не только что-то старое но и что-то новое слушать злодейские монологи криса хэмсворта одно удовольствие несмотря на его очень странно выглядящий фейковый нос мне также понравился world building который в мире безумного макса по идее не заслуживает слишком много экранного времени так как большую часть вещей ты об этом мире додумываешь сам лично мой хэд канон касательно всей франшизы безумного макса таков что за пределами австралии мир сохранился не в пост апокалипсиса вполне себе в приличной и очень цивильной обстановке если отъехать куда-нибудь за их океаническую границу то вы увидите что не мир не поменялся абсолютно никак вообще но вот в рамках австралии да там пиздец в нем есть красочный отбитый шикарно поставленный экшон в котором джордж миллер мастер этот экшон практически на протяжении всего фильма происходит за исключениями моментов когда предыстория фуриоса объясняется и даже там его вполне себе хватает он не отпускает тебя ни на минуту на него реально весело смотреть в этом фильме нету ничего что не могло бы охарактеризовать его как замечательный экшоновый блокбастер для начала летнего сезона тем не менее он собирает гроши которые стыдятся даже самых низких предсказаний ранее этому фильму выписанных буквально не один фильм за весенний да и зимний тоже сезон 2024 году не дотянул до своих предсказаний которые кстати говоря были нифига не оптимистичными фуриосе пророчили в районе 40 миллионов долларов в качестве нижней отметки еще раз нижней зачастую фильмы попадают где-то в центр между нижней и выше выше ему даже аналитики не поставили потому что понятия не имели как народ воспримет франшизу безумного макса без участия безумного макса я бы мог предположить что не очень оптимистично и попал бы в точку как в итоге практика показывает но даже при наличии должного качества мне кажется 30 миллионов это не просто ни о чемная цифра она позорная она показывает что с не только франшизы безумного макса но и индустрии в целом что-то не так что-то катастрофически неправильно 50 миллионов для гарфилда который не вызывает у меня вообще никакого интереса как тайтал не то чтобы я был против гарфилда я на самом деле больших рыжих котов люблю как раз недавно одного в питомнике для животных трогал и это было очень приятно просто смотреть на этого персонажа в исполнении криса прата не входило в мои планы на ближайшую неделю и тем не менее даже он смог фуриосу обойти собрав 66 миллионов долларов зарубежном прокате и дя с ней ноздря в ноздрю в местном американском тоже 31-32 миллиона гарфилд побеждает мэдмакса каким-то образом это мультивселенная в которой мы сейчас с вами находимся мои дорогие больше 240 тысяч подписчиков этого канала и те кто к ним сейчас прямо присоединятся спасибо вам за это огромное люблю вас ни в коем случае не подумайте что я выгораживаю одного из них они оба провалились катастрофически и дотянули нижнюю планку дня поминовения в плане кинотеатровых сборов до исторического минимума день поминовения это дополнительный выходной думаете о нем как о майских праздниках для америки это праздник в которой они вспоминают своих ветеранов короче говоря это дополнительный выходной в неделю когда выходить в кинотеатрах будет крайне крайне выгодно да это дает вам дополнительный день доходности в прошлом году аналогичный период вышла черная русалочка фильм который освещал крайне экстенсивно если вы помните эти замечательные деньки я помню до сих пор с большой любовью на самом деле их вспоминаю он умудрился собрать 120 миллионов долларов для доходности это ничего хорошего не значило когда он стоил в районе 300 но по крайней мере исторических минимумов в день повиновения достигнуто не было когда вышло фуриоса они достигнуты были 30 миллионов сука долларов местном прокате это говорит нам только о том что все что я про индустрию вам рассказываю подтверждается раз за разом люди перестали ходить кинотеатры на фильмы которые не заслуживают их моментального не разделимого внимания когда нужно идти в кинотеатр срочно потому что на следующий день все будут этот тайтл обсуждать люди идут когда людям дают то чего они сто процентов хотят кинотеатрах увидеть ровно в той обертке которые они хотят увидеть люди в кинотеатр идут эти два фактора для успеха в наше время необходимы иначе тех славных деньков доходности которые были еще в доковидную эпоху еще в относительно обозримом прошлом не будет уже никогда ну или по крайней мере в ближайшие два года точно потому что пайплайн у голливуда еще раз повторюсь катастрофически у них нету ничего на хайпе я возможно недостаточно хорошо сейчас передаю катастрофичность ситуации в голливуде скажу проще и прямо все что выходит сейчас кинотеатрах либо проваливается тотально либо не дотягивает до своих предсказаний даже если аудитории и критики фильм принимают положительно каскадер с гослингом был принятый аудиториями и критиками неплохо не дотягивает до своих предсказаний и на бюджет в 125 миллионов долларов за несколько недель умудрился собрать всего 145 напоминаю правило большого пальца для кинотеатровых сборов собрать нужно дважды свой бюджет для того чтобы выйти в ноль для того чтобы получать деньги нужно хотя бы трижды нормально прокатиться потому что если ты заработал не все деньги мира только какие-то очень маленькие не голливудского уровня деньги то ты эффективно провалился так как ресурсы которые были затрачены на производство твоего фильма могли бы быть потрачены на что-то значительно более успешное по марже и по этой самой марже гослинг не выруливает королевство планеты обезьян то же самое вроде как бюджеты большие вроде как народ принимает фильм неплохо но тем не менее при бюджете в 160 миллионов долларов он еле-еле за несколько недель собирает 300 опять же это выход в ноль в лучшем случае только в лучшем для того чтобы собрать доходность нужно больше еще хотя бы миллионов 150 а лучше все 200 вопрос что эти цифры нам говорят говорят ли они нам что кинотеатры мертвы нет я с этим не согласен по одной очень простой причине миллиардники все еще появляются люди готовы идти в кино когда соблюдены два главных условия а им дают то что они хотят видеть и б этот фильм заслуживает того чтобы пойти на него в кинотеатры они ждать когда он релизница на стриминге через месяц или максимум два дэдпул и вульверина это персонажи которых люди хотят увидеть и это явно будет картина которую на следующий день будут в офисе обсуждать он уже на данный момент по предзаказам билетов зарабатывает около 8-10 миллионов долларов местном прокате что на самом деле крайне крайне хорошая отметка для фильма с рейтингом 18 плюс и то же самое происходило в прошлом году как раз когда у нас был самый разгар забастовки как раз когда были все вот эти вот проблемы краш стриминговых сервисов к вид только-только закончился от марио до барби эти фильмы собирали огромные бабосы потому что люди на них кино ходили может ли фуриоса похвастаться тем же самым несмотря на мое положительное расположение к ней я так не думаю потому что в конце дня это франшиза про безумного макса без участия безумного макса а людям нужен безумный макс по крайней мере тем кто на эту франшизу готов был бы пойти после не только дороги ярости но и если они до сих пор живы и еще видели те самые старые фильмы с мэлом гибсоном в этом фильме есть все что ему нужно для того чтобы быть успешным от экшона до красивой картинки до отыгроша отдельно взятых актеров но в нем нету только одного это правильной презентации к сожалению правильной презентации в нем быть не могло из-за того что сюжет изначально построен на концепте который не будет настолько же успешен насколько был бы фильм про безумного макса с участием безумного макса на главной роли ситуация с проваливающимися предсказаниями по доходности настолько катастрофическая что даже ранее выдвинутые теории сейчас начинают потихоньку занижать желательно невидимо для того чтобы инвесторы вдруг не спохватились но я-то дорогие мои за делом слежу помните мы в предыдущем видео говорили про головоломку который пророчили еще до недавнего момента в районе 100 миллионов в открывающую неделю а может быть даже и все 110 эта циферка будто пустилась миллионов на 20 и теперь ей пророчат уже в районе 80-85 в этих цифрах я не уверен до сих пор головоломка 1 вышла в районе десятилетия назад аудитория которая была в ней заинтересована уже подросла и с меньшей вероятностью пойдет на вторую часть я думаю что она все еще может собрать не самые плохие деньги но 80 85 миллионов и то звучит крайне оптимистично я бы метил ну где-нибудь возможно в 70 75 напоминаю что на этом фильме сейчас стоит основная надежда пиксара на существование студии которую только что постигли массивные увольнения и скорее всего эти увольнения продолжатся возможно дело дойдет даже до ассимиляции в дисней если вдруг головоломка 2 не покажет себя в прокате достаточно хорошо вот насколько плохо сейчас в голливуде обстоят дела и не то чтобы студии не хотели спохватиться они чисто физически не могут у них в разработке нету ничего и к тому моменту когда появится черт его знает в каком они будут находиться состоянии посмотреть фуриосу я вам от себя все-таки советую фильм действительно неплохой и он заслуживает хотя бы попытки к сожалению я не могу сказать что его текущее положение для меня стало большим сюрпризом качество недостаточно на данный момент просто обыкновенного качества больше недостаточно вам нужно нечто большее для того чтобы заманить людей в кинотеатры иначе они будут банально ждать релиза на стриминге у них нету никакой мотивации тратить дополнительные бабки и нервы и силы и время на поход в кинотеатр когда у всех уже есть достаточно большой телек в доме но практически у всех или экран монитора которого тоже бывает достаточно у всех есть стриминговые сервисы у всех в конце концов есть понимание того что гораздо приятнее будет спокойно посидеть доме в тишине и в атмосфере которую вы сами для себя создадите чем идти в кинотеатры где какой-нибудь пьяный утырок будет постоянно говорить по телефону или орать как придурок фраза это необходимо смотреть в кинотеатрах стало значительно уже чем она была раньше такие фильмы все еще выходят но их крайне мало и нужно что-то по-настоящему особенное для того чтобы внимание общественности и веру что самое главное в свой тайтл заслужить ну а затем что будет в голливуде творится мы будем смотреть и дальше дорогие мои перед тем как вы перекатитесь дальше я хочу вам кое-что сказать у меня в телеге появилась предложка теперь вы можете кидать мне свои тематические и не очень мемисы которые я при наличии достаточного уровня качества буду постить также эту допущу свои мысли по всяким темам ну или какие-нибудь такие влогные штуки как например когда я съездил в приют для животных подмосковье можете посмотреть на классные видосы с котиками я поищу туда оповещение о стримах когда мы что-то будем смотреть заходите ко мне в телегу обязательно ну и на этот канал конечно же тоже подписывайтесь спасибо вам за то что провели со мной время вы самые лучшие булочки на свете я вас люблю